У нас что-то с наушниками, мы совсем ничего не слышим. Я тогда пока их сниму, гостям тоже предложу. У нас ничего не слышно, не знаю, что со звуком. Дорогие радиослушатели, добрый день. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». Для вас радиоволна и телевизионный канал «НВК Саха». У микрофона я, редактор Светлана Вишнякова, наши режиссеры Айдын Слепцов, Михаил Эверстов. И в нашей студии гости. Директор школы 23, председатель совета директоров школ города Якутска Георгий Афонский. Георгий Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. И преподаватель, учитель китайского языка 23-й школы, победитель республиканского конкурса «Учитель года 2021», участник Всероссийского форума «Классный руководитель 2021» Анна Конова. Анна Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня пришли в нашу студию. Тему мы заявили, как школа сегодня, что в ней происходит оффлайн и онлайн обучение, плюсы и минусы такового обучения, профессия учитель вообще, взрослые дети и важность китайского языка. Начать я хочу с вопроса такого не очень серьезного, от одного из ваших учащихся, вашей школы, потому что в преддверии, накануне эфира я проанонсировала наш эфир. И вопрос такой вообще, зачем ходить в школу? Расскажите. Вы знаете, наверное, это детский вопрос, но это совсем не детский вопрос. Сейчас как раз дистанционное обучение и действительно ребенок может получить информацию не только от учителя. Источников получения информации в море. Но вот разобраться в том, насколько та или иная информация, которую я почерпнул или из интернета, или из каких-то других источников, она верна, точна. Я, наверное, здесь, наверное, роль учителя важна. Почему? Потому что он поможет как тьютор разобраться в том, насколько эта информация та или иная правильная. Сейчас тоже я что-то не слышу. Не знаю, что-то у нас не то со звуком. Я прям ничего не слышу в наушниках. Не знаю, что происходит. Давайте дальше подвигаться. Почему, как вы думаете, чаще всего дети не хотят идти в школу? Это такое настроение, которое остается, допустим, со времен моей школы. То есть я смотрю, что часто родители говорят, что не хочет. Ну вот как заставить? Утреннее вставание и так далее. Может быть, даже сейчас кому-то на подмогу это онлайн-обучение. Хотя тоже, чтобы присутствовать, надо же тоже встать пораньше. Вы хорошего вопроса задали. Потому что и сослались на свое детство. Я не хотела ходить в школу, просто не представляете, как. Я не скрою тоже, я вот тоже был маленьким, тоже ходил в школу. И тоже скажу честно, что я не всегда с охоты шел в школу. Но школа – это место социализации, место, где дети общаются с друг другом. Вы посмотрите, как дети после летних каникул 1 сентября встречаются с друг другом. Это надо видеть как. Они с такой радостью друг друга видят, с такой радостью друг друга обнимают. Потому что они не виделись целое лето. Я считаю, что как раз школа – это своеобразный такой, скажем, мост поколений. А учителя – это столбы, которые держат этот мост. И поэтому школа как раз учит коммуникации. Учит, как себя вести. И ребенок социализируется. Потому что, естественно, в семье он мог бы не ходить, сидеть дома. Но вопрос социализации стоит очень острый. Мы перед эфиром говорили на эту тему. Мне очень понравилось, что вы сказали, что главное, чему должна учить школа – это коммуникация. Чтобы дети могли договариваться друг с другом, со взрослыми. Я очень рада, если в вашей школе это практикуется. И у вас это получается. Потому что из тех историй, которые я слышу, чаще я слышу о том, что не всегда взрослые идут на контакт с ребенком. В силу того, что ты маленький, я лучше знаю. Вот примерно так. Вот я скажу так. У меня в кабинете двери всегда открыты. Всегда открыты. И дети начальных классов, они когда мимо идут в столовую, они всегда дружно со мной здороваются. Они привыкли видеть меня в кабинете. Они привыкли видеть, что я в школе. Понимаете, как? Я еще раз говорю. Вот здесь моменты, когда они чувствуют... Дети фальшь чувствуют. Если взрослые неискренны, они сразу эту фальшь почувствуют. Поэтому я еще раз говорю. Школа – это как раз то место, где дети должны социализироваться. Где они должны общаться не только с друг другом, должны общаться с учителями, должны общаться с родителями. И самое главное – там договариваться. Вот и все. Конечно, бывают ситуации, когда придет мама, придет папа, приходит бабушка или дедушка. Естественно, ребенок для них одной, единственной и неповторимой. И что-то, если произойдет в отношении ребенка, они воспринимают это как трагедию. Вот пытаемся из этой ситуации выйти. — Кстати, про двери вы сказали. Двери в ваш кабинет. Говорят, что двери как-то у вас не очень новые вообще в здании школы. — Да. Двери у нас с 90-х годов стоят, но они очень теплые. — Поэтому выбор такой, да? — Это немаловажно. — Выбор не в сторону визуализации. — Ну, школа 74-го года проекта, соответственно, дверные проемы тогда, нормы были совершенно другие. В новых школах, конечно, просторные, большие входные двери. У нас, к сожалению, это школа 74-го года постройки, соответственно. Ну, и нормы, они гораздо... А настишь открывать во время наших, скажем так, холодов, зимы, это холодно будет в школе. — Вы достаточно долго в должности директора школы. Что вот за время вашего директорства изменилось? Вы 20 лет, да, в школе работаете директором. Двери остались прежними, я так понимаю, 74-го года? — Да, двери остались прежними, и стало больше бумаг. Стало больше бумаг, потому что, когда я пришел работать директором, я сдавал два отчета. Это ОЖ-1 и РИК-кадры. Сейчас очень огромное количество бумаг, и срочно, весьма срочно, очень срочно. И, к сожалению, это не идет на пользу школе, потому что нет времени работать просто с учителями и с детьми. — Ну, я думаю, что еще и изменился состав учителей, потому что вы набрали, я думаю, учителей. Отличный состав, судя по тому преподавателю, который сегодня в нашей студии, Анна Сергеевна. Перед эфиром тоже пообщались, я в восторге, потому что преподаватель, который знает несколько языков. Вообще для меня люди, которые полиглоты, это прям просто люди с другой планеты. И еще и человек, который знает о том, что китайский язык выбрать — это верно. Анна Сергеевна, расскажите, почему это верно для вас, и почему это верно для тех, кто вместе с вами выбирает его, приходя на ваши уроки. — Давайте начнем с того, что китайский язык сейчас уже признан в мире как один из самых распространенных. И в отличие от того же английского языка, который мы все активно учим на протяжении десятилетий, он распространился не за счет того, что в мире распространялись колонии или, допустим, американские фильмы. То есть китайский язык распространился за счет своих носителей, которые умудряются, переехав в другую страну, привезти в эту страну свою культуру, сохранить свою идентичность и свой язык. То есть неважно, где ты окажешься, в каком городе или в какой стране, ты найдешь носителей китайского языка в том же Чайна Тауне, китайском квартале. И когда я, еще будучи студенткой, заканчивала школу и выбирала язык, я ориентировалась на тот вопрос, который дети всегда задают. — А это мне в жизни пригодится? И если вы задаете себе вопрос, пригодится ли вам в жизни китайский язык, я сто процентов отвечаю, что да. Хотя бы потому, что шансов встретить живого китайца у вас намного больше, чем встретить живого англичанина или американца. И я придерживаюсь той позиции, что мы, как жители Дальнего Востока, и помимо того, что мы живем на Дальнем Востоке, мы граждане Российской Федерации, а это евразийская страна, страна между Европой и Азией, это означает, что мы должны смотреть не только на Запад, но и на Восток. И если мы хотим, чтобы наши дети строили светлое будущее, шли в ногу со временем и могли сотрудничать со всем миром, на мой взгляд, они должны знать не только западную культуру, но и уметь налаживать контакты с восточной культурой. А крупнейший наш сосед, даже не просто восточная страна, а именно сосед, то есть та страна, с которой у России крепкие контакты, это именно Китай. Удивительно то, что в вашей школе учащиеся, которые изучают китайский язык, они могут пообщаться не только между собой на китайском, но и выехать в сам Китай. Это вообще, мне кажется, феноменальный успех вашей школы, и там попрактиковать, и там даже, может быть, и присмотреться к каким-то городам. Расскажите об этом подробнее, и за чей счет такие поездки? Да, мы практикуем языковые стажировки, по крайней мере, практиковали до ситуации вот сейчас с пандемией. Языковые стажировки и такие поездки, они, как правило, делятся на два типа. То есть это может быть стажировка в летний период каникул, или это может быть стажировка в период зимних, весенних или осенних каникул. Обычно, если стажировка организуется просто учителем и предлагается родителям, то материальные расходы, они все полностью кладутся на плечи родителей. То есть родитель, он мотивирован, чтобы его ребенок повысил качество знаний, соответственно, он отправляет своего ребенка. Но есть второй путь. Это путь для тех детей, которые имеют способности, которые горят желанием знать язык, но, возможно, может быть даже у родителей недостаточно финансовых возможностей. А это путь уже олимпиад, конкурсов, поскольку КНР, она предлагает огромное количество международных олимпиад, призом в которых является языковая стажировка. В нашей школе до пандемии мы три года подряд летом выезжали на стажировку в город Харбин, в Институт Востока. И дети возвращаются после таких стажировок с совершенно другим мировоззрением, с горящими глазами. И они не задают вопрос, который вы задали сегодня Беоргию Афанасью, зачем ходить в школу. Они уже имеют сравнение, они видят, скажем так, другую жизнь. И они понимают, что если они хотят иметь хорошую жизнь, хорошие условия жизни своей будущей или какие-то профессиональные возможности, то они видят, что нужно учиться из школы. Это, скажем так, это большой коридор с открытыми дверями, и ты выбираешь, куда ты пойдешь и что ты там будешь делать. То есть они уже не задают вопрос, зачем мне это. Они видят цель и идут к ней. У меня такое ощущение складывается, что те учащиеся, которые приходят на ваши уроки, наверняка там большая часть или может быть немало, те, кто хотят потом связать свою жизнь с профессией учитель, потому что вы очень достойно несете эту профессию. Я пока вас узнала за предэфир и сейчас, у меня прям как бы внутри меняется ощущение вообще учителя. Хотя до этого я как-то так относилась попроще. И у меня были в школе учителя попроще, мне кажется. Не такие продвинутые. Знаете, я занимаю позицию, что когда ты учишь иностранные языки, это совершенно не значит, что ты должен стать учителем иностранного языка или переводчиком. Я предлагаю детям стать, допустим, программистом, но который знает иностранные языки. Я предлагаю им стать дизайнером, но ты будешь знать иностранные языки, возможно, ты вообще выйдешь на мировой уровень. Ты будешь прославлять и свой город, и свою республику, и свою страну. То есть я не говорю детям, что всё, ты стопроцентный гуманитарий. Мы живём в 21 веке, люди уже не делятся на гуманитариев этих норей. Люди уже стали, скажем так, гибридными моделями. То есть ты можешь быть, допустим, экономистом, но при этом у тебя креативное мышление, и ты можешь так презентовать свою работу, что любой гуманитарий, как раньше говорили, он будет стоять и восхищаться. Горизонты становятся шире. У нас буквально через 2 минуты будет продолжение эфира. Сейчас мы на рекламу прервёмся, а после будем говорить снова про школу, про плюсы и минусы обучения сегодняшнего. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Всё у нас теперь в порядке со звуком, поэтому я могу смело назвать телефоны прямого эфира. 32 00 66, 32 11 66. По ним вы можете присоединиться к нашему разговору в студии. Говорим мы сегодня про школу, про китайский язык, который очень важен. Теперь вообще в этом не сомневаюсь, хотя не задумывалась до эфира. И про то, какие же плюсы и минусы несёт сегодняшнее онлайн-обучение, которое не знаю лично я сколько продлится, но думаю, что ещё долго. В нашей студии гости. Директор школы 23, председатель совета директоров школ города Якутска Георгий Афанасьевич Афонский. Здравствуйте. И преподаватель китайского языка, учитель китайского языка. 23 школы победитель республиканского конкурса, учитель года 2021, участник всероссийского форума, классный руководитель 2021 Анна Сергеевна Конова. Мы говорили о том, что дети в вашей школе, они имеют такую возможность и такое право, изучая китайский язык, выезжать за пределы нашей республики, по крайней мере до пандемии это так было. Какие права у детей в вашей школе есть ещё и что лучше знают дети, права или обязанности свои? Ну, скажу сразу, школа живёт по своему уставу, у нас есть устав школы, у нас есть правила внутреннего трудового распорядка как обучающихся, так и работников. И вот дети живут как раз по правилам внутреннего распорядка учащихся, где чётко всё оговорены их права и их обязанности, что они должны и что они не должны делать. Вот я свою любимую поговорку всё время говорю, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. То есть, если ты пришёл в какое-нибудь любое учреждение, ты должен подчиняться тем правилам, которые существуют в этом учреждении. Если ты не хочешь подчиняться этим правилам, свобода выбора, пожалуйста, ты можешь идти в другое учебное заведение и там тоже учиться. Ну, скажу так, дети, я не брюжу, не ворчу, я говорю о том, что есть. Дети больше знают свои права. Вот с обязанностью мы очень плохо. Поэтому стараемся на уроках на классных часах, классные руководители, учителя-предметники стараются объяснять детям о том, что они могут, что в пределах их компетенции на уроке, а что вне пределов этой компетенции. Ну, а какие права у ребёнка? Вот, допустим, если ребёнку не нравится, например, там, в процессе урока, как учитель с ним общается, как он обращается, или там учитель повышает голос, или ещё что-то, у нее есть какое-то право сказать «стоп» там учителю? Естественно. Вот я приведу пример. У нас председатель президентом школы была Аня Лицей. Она уже закончила в Чехии в ВУЗ, работает. Она тогда была президентом школы. И вот учитель на уроке позволил себе нелицеприятное высказывание в адрес учеников. Она пришла ко мне, сказала, что такой инцидент произошёл. Я после урока вызвал учителя, мы с ним поговорили. Учитель извинился перед детьми. Ну, ситуации всякие бывают. Бывает, что и дети погорячились, иногда учителя. Это жизнь. Мне кажется, извините, что перебиваю, важно помнить, что ребёнок младше по возрасту, и поэтому здесь как-то у него как будто бы защиты должно быть больше, на мой взгляд. У нас есть вопрос от слушателя или от зрителя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Валерий Иванович, Ангелатский УЛОС. Да, Валерий Иванович, слушаю. Я, Юрий Афанасьевич, вот такой у меня вопрос. Мне вот самому, это моё личное мнение, конечно, за мнение судят. Мне кажется, вот как вы думаете, Юрий Афанасьевич, вы человек со стажем, должность такую имеете. Вот вам как? Вот я простой человек, как бы. Ну, тут в общественной совете состою. Ребятишек на улице вот встречают, спрашивают, учиться охотно? Они говорят, все неохотно. Все говорят неохотно. Вот поэтому я к выводу прихожу, 11 лет, вы как думаете? Это очень много же. Каждый день вставать, идти 11 лет подряд, идти, залпить, идти, залпить, и в конце закончить школу и остаться безработным. Вот как вы на это смотрите? Много ребят безработных ходят. Большое спасибо вам за вопрос. Кто-то поступил, остальные-то безработные. У нас вот, допустим, по-крусски очень много безработных выпускников. А второй вопрос, вот, учительницы китайского языка. Вы так расхваливаете китайский язык, он мне кажется, он совсем не нужен. Китайцы всю жизнь смотрели на Дальний Восток. Знаете, война с ними была, история показывает. Им нужен не Россия в контакте, а Дальний Восток нужен. Так же, как Япония курила. Понимаете? Вы что, Харбин забили? Заманский забыл? Что было? Молодоносскую политику забыли? Что сейчас в Ден-Типик? Китайцы нет. Нам не сильно очень надежные товарищи. И нас язык китайский изучать совершенно не нужно. Валерий Иванович, спасибо за мнение. Мне кажется, китайский язык стоит изучить, хотя бы чтобы понимать вообще, о чем говорят китайцы. То есть для собственного какого-то и развития, и для информационности какой-то. Да? Или нет? Ну, я могу сказать так, да. Вот то мнение, которое мы сейчас выслушали, это как раз мнение некоторых людей, которые, скажем так, у нас вообще компании в России, да, которые пытаются наладить контакт с Китаем, они страдают тем же самым, что, к сожалению, наш слушатель. То есть они не разбираются в теме и, ну, скажем так, имеют поверхностные стереотипные мнения о том, что китайцам там нужен Дальний Восток, да. Это примерно так же, как заявлять, что зачем мы учим английский язык, НАТО хочет нас завоевать. То есть, на мой взгляд, нужно расширять кругозор, больше читать, получать разнообразную информацию из разных источников. И потом уже вы можете формировать своё мнение. Я не могу на него повлиять. У меня свой жизненный опыт и свой объём знаний. Скажем так, у меня свой опыт общения с разными людьми и на территории Российской Федерации, и на территории других стран. И я не могу так громко заявлять о том, что какая-то конкретная страна пытается что-то сделать, и поэтому я ничего не буду учить. Это так же, как примерно заявлять, да, что я считаю, что, допустим, учителя или врачи ничего не делают, поэтому я буду ходить везде, говорить, что они все плохие. На мой взгляд, чем шире ваше будет восприятие мира, если вы открыты новому, то, скорее всего, вы не будете такие агрессивные мысли высказывать на публику. Ну, я вот если применяю к себе, я бы абсолютно не была против, если бы, когда я училась в школе, там был китайский язык, и если я бы приходила на уроки, изучала его, у меня была бы возможность уехать в эту страну, побыть там, пообщаться. Почему нет? Это же расширение каких-то в том еще возрасте, да, когда ты можешь еще вот просто повыбирать какое-то время, подождать. На мой взгляд, даже если ребенок учит английский и какой-то другой еще язык, даже не обязательно китайский, это же сплошные плюсы. Пусть учат корейский, хотите учите испанский. Я говорю о том, что ребенка не нужно ограничивать именно вот тем обязательным языком, который на протяжении десятилетий есть в школах. Мир двигается, мир развивается. Почему не смотреть на перспективу и не изучать что-то еще? Я вот не знала, что уже 12 лет, оказывается, китайский язык в общеобразовательной программе, как вот он должен там быть, да? Я вот не знала, что столько времени уже я слышала, что сколько-то времени, оказывается, уже так долго. Это уже значит, сколько-то детей знают китайский язык. Почему? Я тоже не вижу, что это что-то плохое. А вот насчет количества лет человек возмущается. Почему 11 лет так долго? Валерий Иванович, я, наверное, скажу себя, если вспомнить и свое детство, и ваше детство, наверное, вы бывали моменты, когда с неохотой ходили в школу. Ну, это, наверное, очень такие редкие моменты были. Ну, а от школы что? Я считаю, что теперь нам надо делать все, чтобы ребенку было в школе интересно. Чтобы он с радостью туда бежал, с радостью бежал из школы домой, потому что дома ждут его любящие родители, бабушки, дедушки. Думаю, надо создавать вот эту именно комфортную образовательную среду. Как же можно вот с радостью бежать к восьми утрам? Мне вот совсем, вот кажется, это, ну, недосып, это точно вот прям. Я с вами согласен, Светлана Петровна. Дело в том, что если в городе Якутске будет больше школ, тогда, может быть, мы у нас, первоклассники занимаются с 8 часов 50 минут. То есть они не к 8 часам приходят. У нас есть вторая смена. Школу переполнена, полторы тысячи детей. Мы заканчиваем практически в 7 часов вечера. Зимой это вообще нонсенс. И вот закончил там же, пока домой добрался, еще домашняя работа, вот это все. Да, вот поэтому говорю, что чем больше будет школ, и думаю, что вот эта линия, она руководством республики, руководством города принята на вооружение. Мы ожидаем увеличение количества школ, уже три пристроя в этом году будут школам. Мы думаем, что центр немного разгрузится. Ну вот сейчас онлайн же обучение все-таки, да, в большую часть времени, или как-то это варьируется, неделя онлайн, неделя офлайн. И онлайн тогда более выгодно, получается, с учетом того, что мало школ, и не нужно бежать в школу там с утра. Вы знаете, как вот существует положение о дистанционном обучении, в каждой школе оно свое. Но каждая школа обязана соблюдать нормы Санпина. Это как закон. Понимаете, как? И вот я, к сожалению, слышу от некоторых родителей, ну и от друзья, родственники, говорят, вот в этой школе все уроки проходят онлайн. Но это же нарушение. Ребенок не должен 40 минут сидеть за экраном гаджета и 5 уроков подряд. Это прямое нарушение. Существуют нормы, согласно которым ребенок должен находиться в первых, четвертых классах, пятых, девятых классах перед экраном, скажем так, гаджета. И учителям мы вынуждены это соблюдать. Поэтому вот в нашей школе, допустим, 50% уроков должно пройти онлайн, 50% оффлайн. — Вообще, вот это поколение, которое сейчас вот так вот все равно в онлайн падает на долгое время, с чем оно столкнется в будущем? Это действительно и зрение, это коммуникация не такая, не живое общение. Все равно дети проводят больше времени сейчас в интернете. — Вы знаете, мы вот обрадовались, когда провели линейки 1 сентября. Мы думали, что все дети выйдут, мы их встретим и без дистанта в очном режиме будем вести занятия. Существует ошибочное мнение о том, что учителя радуются, что идет онлайн обучение. Ничего подобного. Потому что в связи с тем, что пришло онлайн обучение, уважаемые учителя пишут огромное количество отчетов. Сколько детей у них, классный руководитель Анна Сергеевна все время дает данные, заболело ковидом, не заболело, сколько у него контактов было. Знаете, нам легче учить очно. — И знаете, на самом деле в дистанционное обучение у нас принято почему-то говорить, что учителя ничем не занимаются, получают деньги. А по факту мы 7 дней в неделю, 24 часа в сутки находимся на связи. И буквально нам могут и в 2 часа во время урока позвонить дня, да, а могут написать в 11 часов вечера. Кто-то может не только писать, да, могут и звонки раздаваться. И почему-то об этом никто не говорит, да, то, что учителей в данный момент лишают по факту какого-то своего личного времени и даже времени на отдых. И даже когда мы говорим выполнять какие-то задания, мы-то их потом проверяем. Мы-то понимаем, что вы делаете одно задание, а у нас количество классов достаточно большое. И если мы каждую работу проверяем, то, соответственно... — У нас сейчас еще будет короткая реклама, а после мы снова будем в студии, в прямом эфире. И поговорим о том, как вообще детям уберечься во время общения, когда оффлайн-обучение в школе от ковида. Потому что они не привиты у нас, и, мне кажется, вы учителя в зоне риска, это точно. Скоро вернемся. Дорогие друзья, мы снова вернулись в прямой эфир. 32 00 66 32 11 66. Телефоны прямого эфира. Присоединяйтесь, мы говорим о школе, обучении, о китайском языке. И о том, почему дети не хотят учиться в школе, не хотят туда идти. Мы говорим об этом с директором школы 23, председателем совета директоров школ города Якутска, и учителем русского языка и литературы Георгием Афонским, и учителем китайского языка, победителем республиканского конкурса «Учитель года», участником Всероссийского форума «Классный руководитель 2021» Анной Коновой. У моих гостей свое мнение о том, что дети не хотят идти учиться в школу или не хотят в школу, потому что редко кто из взрослых, их родителей с удовольствием идет на работу. Мы об этом в перерыв поговорили, рекламу. Не могу говорить, что я не согласна. И, наверное, какой-то вот этот вот тонкий есть такой вот нюанс, когда дети копируют и копируют своих родителей во многом. И поэтому, наверное, так в штыки школа иногда встречают нападки, когда говорят, ну научите моего ребенка вот этому, или почему ребенок курит, ребенок копирует, допустим, папу или маму. И школа тут бессильно тогда получается. То есть все равно семья, школа тогда никак скорректировать не может, на ваш взгляд, даже если там будет очень интересно. Я думаю, может, потому что вот в Германии есть такое понятие готовность ребенка к школе. Там около 80 или 100 пунктов. То есть ребенок должен до того, как пойдет в первый класс, переночевать в палатке. Он должен увидеть муравьиную кучу. Он должен искупаться в грязи. Что за тест такой странный? Нет, это не тест. Это вот тот набор, скажем, того, с чем ребенок должен прийти в школу. Я к чему это веду, да? Вот не секрет. Первый класс, вот сейчас пандемия, и это ярко видно. Первоклассники заходят сами в школу. Родителей мы не пускаем. И видно, где ребенок самостоятельный, а где ребенок не привык сам. Классный руководитель первых классов приходится штанишки им застегивать. Приходится им ремень застегивать. Приходится им ботинки одевать. Понимаете как? То есть, а это должно быть в семье сделано. Ребенок должен прийти уже с этими навыками. Понимаете как? И то есть, вместо того, чтобы учиться, вместо того, чтобы давать знания, уходит время вот на это. Понимаете как? И вот интересно, вот видно, ребенок заходит самостоятельно, сам несет сумку, сам несет сменную одежду, сам разделся, сам себя обслуживает, сам все повесил и пошел в класс. А кто-то стоит и кричит, мама, папа, баба, деда, помогите. И вот стоят, одевают. А вот насчет того, что родители, не все родители любят свою работу и идут туда часто как на каторгу, с этим трудно не согласиться. Да, к сожалению, у нас общество вот так, не все в предназначении свое уходит, и не все делают свое увлечение тем делом, которое могут заработать на жизнь. Иногда работа, она как подпорка для чего-то, что для тебя действительно в этой жизни важно. И, конечно, если есть в семье дети, они это видят. Но вот, наверное, Анна Сергеевна, вы из другой семьи, потому что вы любите свою работу, это видно, то, как вы об этом увлеченно говорите, и то, насколько вы активны в своей профессии. И поздравляю вас с победой. В республиканском конкурсе вы стали лучшим учителем 2021 года и участником Всероссийского форума «Классный руководитель 2021». Вообще, вот учитель, наверное, да, это вот что-то одно, а вот классный руководитель же что-то другое, это же какая-то уже другая совсем такая динамика и нагрузка. Вы и там, и там преуспели. Расскажите о своей победе, о том, что для вас действительно было важным, интересным, и какое качество для учителя и для классного руководителя вы считаете самым главным. Я воспринимаю профессиональные конкурсы как способ приобретения нового опыта, как способ для себя узнать что-то новое, посмотреть на своих коллег, как способ развития. То есть я, когда участвую в конкурсах, я не иду туда ради победы. Я иду ради опыта, ради новых каких-то знаний, ради новой информации. И что я могу сказать, как качество главное для учителя, для участия в этих конкурсах? Надо не бояться проявлять себя, импровизировать и быть достаточно мобильным, поскольку мир меняется, постоянно всё в движении, и ты или за ним успеваешь, или отстаёшь. Но вы знали, вы ощущали, что вы победите действительно, или для вас это прям была неожиданность, или это вот такая цель, которую вы знаете, что вы добиваетесь, добьётесь? Я не могу сказать, что я иду ради победы, я иду просто ради опыта. И когда оказывается, что я побеждаю, ну, замечательно, я рада. Но для меня это не предел, то есть для меня такого нет, что вот я сейчас победила, поэтому теперь я останавливаюсь в своём развитии и буду пожинать плоды. Нет-нет, вот именно вот это внутреннее ощущение, что да, действительно, я лучшая, вот оно всё равно же присутствует, что вы же много в себя вкладываете. Но это я сегодня лучшая, это же не значит, что я уже завтра буду лучшей. Да, сегодня я про настоящее, да, именно про настоящее говорю. Нет, у меня нет таких ощущений. Как бы, да, победила, молодец, идём дальше, двигаемся вперёд. А что для вас самым интересным было, вот, допустим, в конкурсе «Учители года 2021», что вот, может быть, как-то вас порадовало, что вот так вы здесь проявили себя? Какой-то, может быть, там, вот сам этап конкурса был интересный? Так получилось, что я участвовала уже в трёх таких профессиональных конкурсах. Первый — это был муниципальный классный руководитель. Я помню, как это было. Это был фактически один из первых конкурсов, ну, вот именно городского уровня. И я туда пошла в качестве эксперимента. То есть это как челлендж, да, то есть вы бросаете сами себе вызов, вы справились, вы молодец. Не справились — значит, надо развиваться. Второй конкурс — это был городской этап «Учителя года». Я туда тоже пошла, можно сказать, случайно. Победила. Это был интересный опыт. Было много этапов, да, здорово. И пошла дальше на регион. Что мне понравилось больше всего, что вот все три конкурса, которые буквально за три года я прошла, везде были разные этапы. И чтобы ещё более разнообразить получение вот этих новых впечатлений, я выбирала на каждом конкурсе разную возрастную категорию. То есть, допустим, на классном руководителе я работала, давала открытый классный час с седьмым классом, то есть среднее такое, да, звено подросткового периода. Когда я ходила на муниципального «Учителя года», я выбрала, наоборот, помладше, пятиклассников. А на региональном этапе я взяла постарше, десятый класс. То есть я это воспринимаю как новые возможности, и эти все этапы для меня буквально, ну, просто новые челленджи. То есть что-то интересное, что ты можешь сделать и показать себя. При этом ты видишь как свои слабые стороны, так и сильные. И не более. То есть у меня нет такого тщеславия, что «О, я победитель!». Просто это интересный способ как-то провести время. Круто, что у вас такие учителя, потому что тогда дети, ну, видя, да, вот, что учитель, да, вот тут победил, вот тут, ну, им же здорово, что у них такой преподаватель, и они тоже, наверное, увлекаются вот тем, что хотят участвовать, хотят побеждать. Тем более, что у них была вот, ну, наверное, возобновится такая возможность побеждать не только в республике, да, но еще и за ее пределами. А что вот меняется у ребенка, который вот выезжает за пределы республики и там как-то себя проявляет, что происходит с ним? Вы можете ведь наблюдать этот процесс до и после? Вот какой-то очередной победы, потому что, мне кажется, когда ты куда-то даже вот выехал и где-то там вот пообщался, даже просто пообщался, да, расширил свой круг общения и понял, что ты можешь разговаривать с носителями языка, на его языке, мне кажется, это уже победа точно. Я заметила несколько основных различий между детьми, которые так выезжали, причем без мамы, папы, да, то есть самостоятельно, ну, вот с учителем, и с теми детьми, которые не выездные, то есть у них или нет возможности, или они видят эти возможности, но не хотят их использовать. Первое отличие — это более широкий кругозор и открытость миру, то есть у них широко открытые глаза, и они стараются новые возможности найти, то есть они как бы жаждут и знаний, и каких-то, ну, реализации вот этих знаний на практике. Второе качество, как мне кажется, они становятся более уверенные в себе, то есть они уже чувствуют, что я могу, и если я захочу, я смогу еще больше, и им это нравится. Ну и третье — это целенаправленность, то есть они ставят себе цели, они учатся тому самому тайм-менеджменту, который сейчас так моден, и учатся свое время распределять так, чтобы достигать свои цели. Я могу сказать на примере своего выпуска, выпускала девятый класс, они уже, наверное, с конца шестого класса часть уже точно знали цели, зачем они изучают конкретно, допустим, китайский язык, зачем они изучают русский язык. И они знали вот план, что, допустим, это мне нужно, чтобы получить аттестат, вот это я буду потом использовать в практической деятельности, а это мое хобби. И они мыслят, мне кажется, даже немного более взрослые, чем их ровесники. Спасибо. У меня до конца эфира не так много времени. У меня осталось два вопроса. Что бы вы сделали для школ вообще, если бы вы стали министром образования? И, возможно, к вам двоим вопрос. Вы какой-то вопрос ждали от меня, но я его не задала. Анна Сергеевна, предоставляю право, потом я закончу. На оба? Нет, я последний. Да, давайте на оба тоже. А если бы вы стали министром образования или, например, директором своей школы, что бы вы изменили или добавили? Вообще в чем сейчас так нуждается школа? Я предпочитаю горизонтальную траекторию развития своей карьеры. Не вертикальную, а горизонтальную. То есть когда ты учитель, практик и профессионал, но ты учитель работающий. А вертикально — это как раз ты занимаешь более высшую должность. То есть я министром, как бы это не мое. Я за горизонтальную. Я хочу быть профессионалом. Хочу, чтобы у меня было много учеников, которые реализовали себя в жизни и стали действительно человеком, за которого им самим за себя не стыдно. Спасибо. Минутка у нас. Минутка. Вот я тогда затронут. Ожидал, какой вопрос услышать. В последнее время все время задают вопрос о заработной плате директоров. Я же думал, что этот вопрос задают. Даже подготовился бы. Сразу скажу, никаких мифических таких больших зарплат, которые были опубликованы, у нас нет. Я с собой даже принес расчетный листок, чтобы вы могли посмотреть. Уважаемые коллеги, все в пределах разумного. То есть я пришел когда в школу, я в списке по заработной плате был на предпоследнем месте. Как директор школы. То есть все, кто был впереди, учились. Я потом поближе посмотрю, мне интересно. Потому что я тоже слышала, что есть мифические суммы у врачей и у преподавателей. Так что мы получаем заработную плату. Спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто был с нами, вниманием своим. В нашей студии были Георгий Афонский и Анна Конова. Всем хорошего дня. Спасибо за внимание. Спасибо.